Форум партии «Единая Россия» так проходит впервые. В Ижевске собрались депутаты всех уровней сразу, народные избранники из маленьких деревушек и больших городов. До начала пленарного заседания все обсуждают одно – послание президента. Меня лично порадовало, что в школе у нас будет скоростной интернет. Поставлено в таком уровне президентом, я думаю, что дело пойдет вперед. Привести в соответствие заработную плату с пенсионными отчислениями, вернее с выплатой пенсии, и это первое, что касаемо старшего поколения. То, что он про оружие сказал, вот это нам понравилось. Значит, есть еще пара проходница, есть у нас какой-то период для развития спокойного житья, будем говорить, чтобы экономика вставала на ноги. К пленарному совещанию предшествовала работа сразу восьми площадок. На каждой досконально обсуждали ключевые темы – дороги, промышленность, образование, культура. На площадку по развитию городской среды и ЖКХ собралось рекордное количество участников. Обсуждали вопросы как раз и комфортной городской среды. Тем более, это очень сегодня актуально в свете послания президента, которое было 1 марта, где президент сказал о том, что именно формирование комфортной городской среды в ближайшие 6 лет будет удвоено финансирование. Увеличить жилищное строительство – еще один пункт из послания президента. Спикер госсовета, всю жизнь проработавший в строительстве, уверен – республика готова ее выполнить. Безусловно, будет всплеск на фоне поднятия оплаты труда. Упала ниже ставка по кредитам. Соответственно, мы можем поднять потолок до 5 миллионов семей, которые будут ежегодно у нас въезжать в новые дома. Отдельно на форуме обсуждали перспективы регионального здравоохранения. Врачи, министерства и депутаты честно говорили о проблемах. Первая из них – организация работы первичного звена. Сегодня, на наш взгляд, мы это обозначим в нашем форуме, реальная проблема устаревшей материально-технической базы. Большинство лечебных учреждений требует капитального и текущего ремонта, обновления медицинского оборудования. Поэтому это тоже проблема, которая должна решаться. Механизмы решения подсказывают с мест. Форум единороссов сразу после послания главы государства нацелен собрать предложения и направить их в работу законодателям. Потому в Ижевске координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов. Краугольным таким камнем или ядром выступления было повышение финансирования здравоохранения. Владимир Владимирович обратил внимание, что нужно его увеличить как минимум вдвое. И следующий пункт, который уже имеет прямые поручения президента, это выделение по 10 миллиардов в течение трех лет, 30 миллиардов на реконструкцию и дооснащение детских поликлиник. Приветствую участников глава республики подчеркнул. В послании стоят амбициозные задачи, о которых недавно даже думать было смешно. В 90-е страна находилась в глубоком кризисе, и оборонную Дмуртию он дался сложнее всего. Как было и как стало, в республике есть с чем сравнить. Руководители наших крупных предприятий, которые прошли это жуткое время, когда приходилось сокращать людей, выживать, брать кредиты. Все, собственно, строилось на оборонно-промышленном комплексе. Но смотри и выстрели. Поэтому у вас есть право комментировать и оценивать это время. Ключевые спикеры партийного форума напомнили главное – основной тезис послания. Мир меняется стремительно, и стране тоже пора ускориться. Поэтому обозначенный президентом курс воплощать нужно быстро. Сразу же после послания у нас состоялось заседание Совета Государственной Думы, где мы договорились, что до 7 марта все комитеты и фракции дадут свои предложения, и уже 22 марта мы примем план реализации послания президента, где по каждому тезису послания будет конкретный законопроект. Марина Борус, Ланури Ахметов, телеканал «Майя Убуртия». Спасибо.